Всем привет! В этом видео я вам покажу, как я пишу картину, портрет Алины. Она известный блогер, как Афинка. У нее уже более 600 тысяч подписчиков на канале. Ее канал очень интересный, увлекательный. О всем, да, очень много интересных, простых и интересных мастер-классов, разных рукодельных поделок, подарков своими руками на все случаи жизни. То есть довольно-таки увлекательный и интересный канал. Кого он интересует, обязательно посмотрите. Итак, в ее инстаграме Алина мне сказала, что я взяла на свой вкус фотографию, которая мне понравится. И данную фотографию, которую я выбрала и распечатала уже, я выбрала сама, и она об этом не знает какую. То есть для нее это будет сюрпризом таким неким. Вот мне очень понравилась данная фотография. Распечатала ее для удобства работы с ней. Конфету я, может быть, в итоге заменю либо на какой-то цветочек, либо на пирог. Да, чтобы была картинка не только, как бы, больше такого зимнего, новогоднего, возможно, характера, а вот такая, чтобы интересность была, да, то есть убрать конфетку и заменить ее цветочком, например, да. Холст я беру немаленький, 40 на 50. Этот холст на картоне. Тут нужно будет еще рамочку какую-то красивую. Картина будет выполняться также в черно-белом стиле. Это очень уникальный и востребованный стиль. Да, многие его запрашивают, чтобы именно в таком стиле писали портрет. Действительно очень интересно и красиво в результате выглядит. Я беру все те же краски, черно-белые, да, белые две, у меня тут титановые и цинковые. И все тот же ростчины дают запаху. То есть разбавитель красок. Кисти я беру для нанесения эскизов черным цветом. Вот такие вот тоненькие. Вот красочки у нас. Наношу я сначала эскиз на холст карандашом, после только черной краской наношу тонкими кисточками. И когда уже черной краской я нанесу полностью все темные места, все тени, да, весь эскиз, скажем так, то тогда я уже начинаю добавлять белый. Смешивать его с черным. Добиваться нужного мне серого цвета, да, с этенком более светлым, более темным. Или где нужно чисто белый цвет наложить, да, на портрет. Итак, давайте посмотрим, как это все будет выглядеть в деле. И вот что у нас получилось. Нанесла я эскиз черной масляной краской. И на данном этапе он такой у нас. Уже что-то есть, да, уже красивенько, симпатичненько. Теперь мы будем добавлять в это все белую краску. Сначала я чисто белую подгоню под самые светлые участки, а затем буду мешать серый и добиваться нужного мне цвета для создания теней. Так, я буду творить дальше, а вы наблюдайте, как преображается картина-портрет. Субтитры создавал DimaTorzok Ну что, ребята, портрет готов. Вот такая вот красавица получилась. Портрет я покрыла защитным лаком и оформила вот такую вот красивую серебристую рамочку. Лак имеет немного такой блик. Очень интересный и красиво смотрится, особенно в оригинале. Так, изначально ко мне пришли две рамочки и золотистые, хотя я заказывала одну золотую, а вторую серебряную. Вот, а мне пришли две золотистые. Естественно, для портрета черно-белого мне надо было серебристая или хотя бы белая рамочка. И мне пришлось самой золотисто сделать вот такую красивую серебристую рамочку акриловыми красками. Результатом очень довольна, как и по рамочке, так и по портрету. Очень красиво получилось и, думаю, очень удачно. Вот, смотрите, такая вот красавица. Лак очень хороший, когда покрываешь ним картину, портрет, краски еще становятся более насыщенные. Мне очень нравится этим лаком покрывать все картины. Он дает и защиту. Можно легко пыль вытирать с картины, не бояться, да, ничего. Можно влажной тряпочкой аккуратно ухаживать за картиной, протирать пыль. И ничего ей не будет. Портрет на очень долгие годы. Алиночка, очень надеюсь, что тебе понравится этот портрет так же, как и мне нравилось работать над ним. Я очень рада результату. Спасибо тебе за этот опыт, да, а также за твои видео. Они вдохновляют что-то тоже творить, делать собственными руками, да, включают какую-то фантазию. Развиваться хочется тоже, да, что-то творить красивое. Она рада себе и людям. Так что тебе желаю процветания, да, радуй нас своими видео, своим творчеством, талантом. Счастья тебе огромного. Радости больше в жизни и, естественно, крепкого-крепкого тебе здоровья. Удачи тебе. Сегодня отправляю портрет тебе. А всем желаю счастья, радости, больше добра, да, и до новых встреч, ребята. Пока-пока. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнали Симон! Субтитры подогнал «Симон»!